Слово Now, Caiaphas comes into the Praetorium, the hall, there in Pilate's headquarters, and it's very interesting that it says that the Jews themselves did not enter the Praetorium because it was the Passover. They didn't want to come to a place of Gentiles, because it was the Passover. They were quite willing to kill the Son of God at Passover, but they didn't want to mingle with Gentiles at Passover. In 28 стих, Caiaphas comes into the Praetorium. It was morning, and they didn't enter the Praetorium, so that they could eat Passover. Look at what a thing. They come to the Praetorium instead of a language. They don't want to come to the Praetorium, because it's the Sunday, because it's the Passover, and they don't want to come to the Praetorium themselves, but at the same time, they are ready to kill the Son of God, not afraid to come to the Praetorium. Verse 29 Pilate says, what accusation do you bring against this man? Now, here's what false religion does. Legalism is when you make up a rule that's not in the Bible. Итак, как же поступает ложная религиозность? Как поступают исповедники ложной религиозности? Легализм, законничество происходит тогда, когда мы придерживаемся правил, не записанных в Библии. Легализм – это то состояние, то ситуация, когда мы требуем от других, причем незаконно требуем от других, того, чего Бог по закону требует лично от нас. Подлинный смысл легализма еще глубже заключается в том, что мы с удовольствием рассказываем, какие жертвы принесли ради Господа, с гораздо большим удовольствием, чем о том, на что Господь пошел ради нас. Итак, в 28 стихе, обратите, пожалуйста, внимание, они следуют своим мелочным правилам, они не хотят войти в приемную языческого правителя, потому что Пасха, потому что они не хотят осверниться, и Пилат выходит к ним навстречу. Законник, легалист всегда переоценивает собственную праведность, потому что меряет мерками человеческими, а не Божиими. Обратите внимание на 30 стих. Нет, сначала 29, Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего. В 30 стихе, то, что говорится в 30 стихе было бы смешно. Когда бы не было так трагично. Потому что в 30 стихе они говорят буквально следующее. Послушай, ты спрашиваешь, в чем мы его обвиняем? Неужели ты не понимаешь, что мы самые праведные люди? Неужели ты не понимаешь, что мы самые справедливые люди? Неужели ты не понимаешь, что мы не способны кого-либо обвинить напрасно? Обвинить безосновательно. И вот в этот момент Пилат начинает тихо над ними издеваться. По одной причине. Он отлично знает то, что и сами они знают. Что без его санкции, без его разрешения, они не имеют права никого казнить. Он в курсе, и они в курсе. И вот он им говорит, слушайте, ну у вас есть возможность, разбирайтесь с ним по собственному закону. Они говорят, ну ты же знаешь, мы не имеем права никого умерщвлять. И в 33 стихе Пилат снова входит в свою судебную залу в приторию и призывает Иисус и говорит ему, ты царь иудейский. Иисус ставит перед ним вопрос о мотивах его поступков. Он говорит, ну ты это от себя спрашиваешь? То есть ты сам решил задать мне такой вопрос? Или тебя кто-то надоумил? Пилат говорит, я не еврей, а я? В любом случае, он сказал, смотри, это реально не моя справа. Я не интересен в этих вопросах. Это не моя бизнес. Это ваша собственная господина, ваша страна и ваша народа, которая тебя привлекла сюда. Так что ты делаешь, чтобы обмануть этих людей? Это то, что Пилат говорит ему. В 35 стихе, по сути, Пилат говорит следующее. Послушай, я вообще не иудей. Вот эти ваши внутренние дела мне совершенно не интересны. Но твой народ, твои первосвященники, меня, а тебя ко мне привели. Так что чем ты так их оскорбил? Чем ты их так обидел? The chief priests had totally abandoned the religion of Israel and the theology of the Bible. Their whole goal was to accommodate themselves to the reality of Roman domination so that they could hold on to the little power that they had in the little area of Jerusalem where they lived. Первосвященники совершенно отвергли иудейскую религию, иудейскую веру, совершенно отвергли Божий закон. Единственная их цель была в том, чтобы приспособиться к выживанию под римским владычеством, чтобы хоть как-то сохранить свою власть в том небольшом уголке Иерусалима, где они жили. Их прежде всего интересовала политика. Их прежде всего интересовала, как им выжить в условиях римского владычества для того, чтобы под их властью, в их власти оказались хотя бы религиозные дела, религиозные вопросы жизни Иерусалима. И вот сравнивая себя с этими людьми, Иисус говорит, «Послушай, Пилат, я не таков, как они. Не нужно считать меня одним из них. У меня совершенно другие планы, у меня совершенно другая цель в жизни. Мое царство не от этого мира». Это 36 стих. Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан Иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». А теперь несколько слов о том, как Иоанн использует слово «иудеи». «Люди часто используют Библию в качестве оправдания антисемитизма». Но помните, пожалуйста, что Иоанн, автор этой книги, и сам был иудеем. «Иисус, главный герой этой книги, Сын Божий, тоже был иудеем, евреем». «Я поклоняюсь Богу, который жил на земле, воплотившись в еврейского плотника». «Большинство учеников Иисуса Христа, кроме Иуды, были из Галилеи. Поэтому у Иоанна слово «иудеи» имеет совершенно конкретное значение. Это жители Иудеи, а не Галилеи, и особенно представители правящей верхушки». Не забывайте, пожалуйста, и сам Иисус, и ученики, и большинство самых ранних христиан, первых христиан были евреями. Я не знаю, почему это так легко для антисемитизма быть популярным в Европе и в России. Я не знаю причину, чтобы это. Но я знаю, что это все, что все верные христиане должны бороться. Ты не идентифи с Христом, когда ты идентифи себя как человек, который оппозит евреев. Я не знаю, почему антисемитизм получил такую популярность, такое распространение в России и в Восточной Европе. Но я знаю, что каждый христианин призван бороться против антисемитизма. Нельзя, с одной стороны, быть христианином, принимать еврея Иисуса Христа, но при этом быть антисемитом. И whatever may be good or right or appealing about any group of people, whether it's a religious group or whether it's a faction or whether it's a political party, whatever may be good or right or attractive about that group, if the group maintains a commitment to or a preference for антисемитизм, run away. И если вам доведется встретиться с людьми, которые, может быть, вас очень привлекают, которые вам очень интересны, с которыми вы ощущаете какую-то общность, но при этом эти люди оказываются антисемитами, при этом эти люди выступают против евреев, евреев против иудеев, убегайте как можно быстрее и как можно дальше. Христианство и антисемитизм понятие несовместимое. So don't draw the wrong conclusion from these repeated references in this part of the gospel to the Jews, the Jews, the Jews. В этих стихах Евангелия неоднократно говорится об иудеях. Не нужно делать из этих упоминаний поспешные выводы. Verse 37 is very, very, very important. In some way, it's a kind of climax to the book. 37 стих в каком-то смысле можно назвать высшей точкой Евангелия от Иоанна. Его важность невозможно переоценить. When Jesus mentions my kingdom, Pilate says in verse 37, so you are a king. Here's another I am. for this I have been born. For this I have been born. And for this I have come into the world. Now, remember we said before that Jesus, this is the only time Jesus ever says I am born. Кстати говоря, единственный раз во всем повествовании Иисус говорит, я родился. He's in the habit of saying I have come or I was sent. This is the one exception when he says I am born. I was born to be a king. Обычно он говорит я пришел или я послан. Но в данном случае исключение я родился на то, чтобы быть царем. You see, in Matthew 2, when the Magi come to Jerusalem, they say we're looking for the one who was born the king of the Jews. Во второй главе Евангелия от Матфея волхвы приходят в Иерусалим и спрашивают где родившийся царь иудейский? They didn't say we're looking for the king. Everybody would say well, that's Herod. Они не спрашивают где царь иудейский? Мы ищем царя иудейского. Потому что тогда вы их сразу отправили к Ироду. But Herod wasn't born the king. Herod wasn't even born a Jew. He converted to Judaism. Но ведь Ирод царем не родился. Ирод даже иудеем не родился. Ирод обратился в иудаизм. Elizabeth was not born a queen. Елизавета не родилась царем, не родилась королевой. And when she was born her grandfather George V was king. Когда родила... Когда в Британии родилась Елизавета, королем Великобритании был ее дедушка Георг V. And George V's father Edward VII was not born a king. И в свою очередь отец Георга V, Эдуард VII тоже не родился королем. Мать Эдуарда VII королева Виктория тоже не родилась сразу королевой. And you can keep going back to William IV and George III and George II and George I and none of them were born kings. Дальше можно идти назад, можно отсчитывать, можно дойти до Вильгельма IV, до Георга II, до Георга I. Ни один из них не был королем по рождению. They had to become the king or they had to become the queen later. There was only one who was born a king and that was Jesus. Они, все они проходили через коронацию. Когда-то каждый из них стал королем. Но Иисус единственный родившийся царем. He was searched for by gentile magi and he is revealed to a gentile governor as a king in this verse the wretched Pontius Pilate. Волхвы искали его, родившегося царя, а в этом стихе он открывает себя как царь по рождению. Он открывает себя нечестивому Pontius Pilate. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Каждого христианина интересует что произойдет с людьми которые никогда не слышали евангельскую весть. в четырех местах евангелия от Иоанна автор обращается к этому вопросу. 3 глава 21 стих 6 глава 45 стих 17 глава 17 стих и здесь 18 глава 37 стих Каждый стих по отдельности кажется ничего не значащим. Но если собрать их вместе вырисовывается картина Ну вот есть допустим вполне нравственный вполне такой нормальный человек который и живет правильно и учит других поступать по добру по доброму но живет он там где никогда не звучало евангелие он не знает о истинном Боге он не знает о Сыне Божьем Иисусе Христе и о спасении которое предлагает Иисус Иисус отвечал Ты говоришь что я царь я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает а в других переводах слышит голос мой без Иисуса Христа постигнуть истину невозможно всякий кто от истины слышит мой голос это очень инструктивно во время судов над Иисусом Христом когда он говорит а когда молчит когда отвечает на вопросы а когда уклоняется от ответа результаты этого исследования будут весьма поучительны например Ироду он не сказал ни слова потому что Ирод воспринимал его как дрессированную собачку которая может показать что-нибудь интереснее но Господь проявляет огромную милость к Пилату ведя с ним глубокую личную беседу пока ровно настолько насколько Пилат проявляет какие-то признаки искренности но в 38 Пилат все испортил в 38 стихе Пилат хочет уйти в теоретическую философию в эпистемологию и спрашивает а что вообще есть что вообще такое истина но через несколько и через некоторое время он скажет я не нахожу в нем никакой вины Every year every year at the feast as a token of good will is he hope he can use this custom to get this problem of Jesus off his hands he realizes that Jesus is innocent he probably realizes that the people who delivered Jesus up to him are scoundrels and liars. He would like to do the right thing, so he hopes to release Jesus at the feast instead of having to give Jesus over into the hands of his enemies. Что же делать Пилат? Он отлично понимает, что Иисус невиновен. Он отлично понимает, что привели Иисуса к нему лжецы. Он знает также, что по обычаю он имеет право отпустить одного из преступников по случаю праздника и надеется использовать это свое право, чтобы каким-то образом решить проблему, возникшую с арестом Иисуса Христа, сбыть ее с рук. Так вот он спрашивает, кого вам отпустить? Может быть отпустить вам царя иудейского? По большому счету он их еще и оскорбляет. «Хотите ли я отпущу вам царя иудейского?» Он называет его царем прямо в лицо ему. И опять-то закричали все, говоря, «Не его, не его, но варабу». И как будто в скобках Иоанн замечает бегло, «Вараба же был разбойник». А апостол Петр в деяниях апостолов 3 глава скажет нам о том, что вараба был убийцей. Нежели чем отпускать безгрешного сына Божия, они предпочли отпустить разбойника и убийцу. В христианском вероучении есть такая доктрина, которая называется «полная греховность». Неверующие, особенно гуманисты, терпеть не могут это учение. Учение о полной греховности неоднократно формулируется в послании к римлянам 1 глава, но особенно четко и ясно в послании к римлянам 3 глава, начиная с 14 стиха. Не нужно считать, что полная греховность синонимична абсолютной греховности. Не нужно считать, что каждый человек абсолютно плох, абсолютно греховен. Он такой, как каждый человек настолько плох, что хуже уже быть не может. Но полная греховность означает, что грех исказил, осквернил все стороны нашего человеческого бытия, все стороны нашей сущности. Честертон again said that it's amazing that the doctrine of depravity is so universally rejected because it's the only Christian doctrine which can be proven empirically. Гилберт Честертон писал, Поразительно, как люди отрицают учение о всеобщей греховности, о полной греховности. Ведь это единственное учение, христианское учение, которое можно доказать эмпирически. Учение о непорочном зачатии нельзя доказать эмпирически, а о полной греховности можно. Но here are these civilized people, the pinnacle of religious achievement in the world, the chief priests of the Jews, the pinnacle of civilization and political achievement, the representatives of Rome. And they conspire and they cooperate to murder, to kill by judicial murder, the sinless son of God, who heals the sick, who raises the dead, who preaches a message of love. И вот вам парадокс. Верхушка образованности и религиозности, верхушка власти, иудейские вожди, религиозные вожди иудаизма и вожди Рима договариваются, вступают в заговор, чтобы по закону отправить на смерть Сына Божия, исцелявшего больных, воскрешавшего мертвых, прощавшего грешников. Какого еще доказательства человеческой греховности нам с вами нужно? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok